Всем привет! С вами снова Татьяна Чернова. И это третья часть урока о кистях и их возможностях в фотошопе. Сегодня я хочу поговорить о режимах наложения или режимах смешивания кистей. Это довольно таки интересная тема. В интернете совсем мало информации по ней, поэтому я постараюсь изложить так, как сама понимаю и как я использую режимы смешивания кистей в своих работах. По умолчанию кисть стоит в нормальном режиме, но его всегда можно поменять, а для каких случаев и как действуют режимы я как раз и расскажу. Вначале я пройдусь по ним и покажу, что они из себя представляют. Затухание позволяет рисовать кистью с режимом шума. Получаются такие мелкие частички. Что интересно, если просто оставить кистью один отпечаток, видно, что частицы распределяются почти равномерно по всему отпечатку. А если я скажем буду удерживать отпечаток кисти на месте пером или кнопкой мыши, то видно, как постепенно эти частицы покидают центр, собираясь на краях мазка. Такой режим будет полезен при рисовании тех объектов, которым присущи шумы. На заднем плане рисует позади уже имеющихся на данном слое пикселей краски, но только в том случае, если на этом слое есть свободные пиксели. Например, я нарисовала такую загогулину оранжевым цветом на новом пустом слое, а фиолетовым цветом я рисую поверх, но получается, что фиолетовый у меня рисует позади оранжевого. Если залить этот слой краской, то кисть в данном режиме работать не будет. Очистить. Работает аналогично ластику. Стирает уже нарисованные пиксели. Проведем эксперимент. Левую часть я заливаю среднесерым цветом, а на правую помещаю вот такую картинку, чтобы было видно наглядно применение режимов по среднесерому и по слою с различными оттенками. Режимы наложения затемняющей группы. Судя по названию, они делают цвет темнее, но каждый работает по-разному. Чисто белый цвет ведет себя в этой группе от слова никак, то есть он попросту не проявляется. А чисто черный будет уже вести себя по-разному. Буду рисовать для наглядности двумя оттенками оранжевого, светлее и темнее. Затемнение. Затемняет более светлые области, в зависимости от выбранного оттенка. Очень редко им пользуюсь. Умножение. Это мой фаворит из всей затемняющей серии. Великолепно позволяет проявлять и рисовать тени, не затрагивая нележащую текстуру рисунка. Затемнение основы. Еще один любимый режим. Но в отличии от режима умножения, работают не столь деликатно. Он затемняет свет, придавая еще плюс сверху насыщенности. Так что с этим режимом следует работать осторожно. Но тем не менее, там где нужен яркий контраст, он сработает хорошо. Линейный затемнитель. На мой взгляд, похож на своему действию на затемнение основы, но рисует гораздо темнее. Режим темнее. Вообще не использую. Мало информации о нем. Все, что нашла в интернете, это то, что сравниваются базовые и наложенные цвета, и в итоге остаются пиксели, которые темнее. Буду рада, если поделитесь своими соображениями и мыслями, в каких случаях применять этот режим. Осветляющая группа. Черный и белый тут работают обратно в затемняющей группе, что логично. Черный не проявится, а белый будет вести себя уже по-разному, в зависимости от выбранного режима. Выберу тут голубой, темный и более светлые оттенки и буду рисовать. Замена светлым. Противоположность режиму затемнения. То есть он осветляет те пиксели, которые светлее, а которые темнее их не трогает. Осветление. Работает очень похоже, если не аналогично режиму наложения слоя экран, то есть он осветляет пиксели. В отличие от режима наложения слоя экран, кистью в режиме осветления работаю не так часто. А вот режим осветления основы – это просто настоящая находка. В этом режиме краски становятся яркими и приобретают сияние. Действуют достаточно интенсивно, поэтому здесь также важна аккуратность, дозированность и небольшая прозрачность. Очень люблю рисовать этим режимом блики, яркие цветовые акценты, огонь, различные виды свечений и прочее. Кисть в этом режиме хорошо проявляет себя на более темных областях, а на более светлых будет выгорать, то есть вымывать свет. Линейный осветлитель. Тоже интересен, мазки получаются достаточно яркими, но в отличие от осветления основы, этот режим не такой насыщенный, краски становятся яркими, но более светлыми. Также желательно небольшая прозрачность или нажим. Светлее. Осветляют более светлые пиксели. Контрастная группа. Кисти в режимах этой группы способны одновременно затемнять темные области и осветлять светлые, придавая контраст и свечение. Перекрытие и мягкий свет. Довольно похожи, но перекрытие действует сильнее, а мягкий свет более деликатно. Этими двумя режимами я люблю прорисовывать объемы, утрировать собственные светотени объектов. Жесткий свет. Если наложенный цвет светлее 50% серого, то изображение становится светлее. Если наложенный цвет темнее, то изображение становится темнее. Похож на перекрытие, но жестче. Яркий свет. Тоже очень интересный режим для рисования ярких рефлексов и свечений. Линейный свет. Точечный свет. Путем эксперимента выяснено, что линейный свет похож на яркий свет, но сильнее. А точечный свет смешивает светлые цвета, используя режим замены светлым и темные цвета, используя режим затемнения. Жесткое смешение. Иногда использую для прорисовки очень ярких бликов и засветов. Он имеет свойство пастеризовать изображение, так что тут следует быть внимательным и осторожным в его использовании. Сравнительные режимы наложения. Разница, исключение, вычитание, разделить. Итоговое изображение напрямую зависит от разницы цвета, основным рисующим и теми оттенками, что находятся под ним. Я их не использую совсем, поэтому рассказать мне о них особо нечего. Режимы цвета. Цветовой тон. Сохраняет значение освещенности и насыщенности базового цвета и добавляет цветовой тон наложенного цвета. Видно, что этим режимом можно изменить цвет объекта, не осветляя и не затемняя его. Но он не может добавить цвет, которого нет в изображении. На сером он не рисует, увы. Насыщенность. Добавляет насыщенности налагаемого цвета. А если порисовать черным цветом в этом режиме, то он, наоборот, обесцветит изображение. Цветность. Работает аналогично одноименному режиму наложения слоя. Заменяет пиксели картинки на выбранный тон, не перекрывая текстуру, лишь перекрашивая. Яркость. Работает по принципу наложения слоя яркость, смешивая значение яркости слоев. Некоторые режимы наложения кистей и режимы наложения слоев работают одинаково, но это касается не всех. К примеру, мощнейший режим кисти, позволяющий рисовать интересные световые эффекты, осветление основы и одноименный режим слоя работают по-разному. Смотрим. Вначале рисую кистью в режиме, а потом на пустом слое в режиме осветления основы. Результат, думаю, очевиден. Но тут есть небольшая хитрость. Если этот пустой слой в режиме осветления основы залить черным цветом и порисовать на нем, то мы получим результат, если не такой же, но очень похожий на то, как бы мы рисовали на общем слое режимом кисти. Яркий свет тоже ведет себя совершенно иначе, чем слой в одноименном режиме. Но тут уже не спасет заливка черным цветом. Рисовать на слое залитым черным можно только в осветляющих режимах. Но есть еще одна хитрость. Для новичков, кто еще не набил руку, думаю, будет полезно. Рисование, меняя режимы кистей, дает потрясающие результаты. Но, как мы уже выяснили, рисовать лучше всего на общем композитном слое. И тут, ежели дрогнет рука и зарисует лишнее, стереть ошибку не получится. Ластиком сотрутся пиксели картинки и получится дырка. Что же делать? Можно рисовать на среднесерых слоях, переведенными в контрастный режим наложения слоя. И рисовать при этом, меняя режимы смешения кистей. Да, результат будет немного разниться. Плюс некоторые режимы не работают с серым цветом. Но, тем не менее, как вариант. Новый слой, заливка 50% серым цветом. Перевожу слой в режим перекрытия, к примеру. Режимом умножения и затемнения основы я прорисовываю тени, не забыв при этом выставить настройки кисти на передачу краски. Режим перекрытия, прорисую более светлые части. Режим цветность, обозначу оранжевые рефлексы от лампы. Режим цветность, обозначу оранжевые рефлексы от лампы. Тут на девушке, на кофточке присутствуют какие-то непонятные оттенки фиолетового цвета. Их можно убрать черным цветом в режиме насыщенность. Но, так как этот режим не работает с 50% серым, на котором я рисую, я осторожно их уберу прямо по картинке. И уже сверху, опять на средне-сером, цветностью нарисую оранжевый рефлекс. Если где-то ошибка, то можно просто закрасить этот участок серым цветом, не забыв только перевести кисть в нормальный режим. Голубым цветом вырисую немного рефлексов на полу. Я создаю еще средне-серые слои поверх, чтобы было удобнее рисовать. Режимом яркий свет, светло-оранжевым цветом, довольно-таки грубо рисую цвет от лампы. Лассо выделяю эту область и сильно размываю. Аналогично голубым цветом рисую свечение телевизора. И также размою, чтобы не было резких мазков. Далее можно сделать более детальную прорисовку. А вот режим осветления основы мне не очень нравится, как ведет себя на средне-сером. Поэтому самые яркие блики я буду добавлять на черном слое. Спасибо за внимание! Вот что у меня получилось на скорую руку. Можно, конечно, посидеть подольше и постараться получше. Но я думаю, что результат уже очевиден. На сегодня у меня все. Я надеюсь, урок был интересен и полезен. Оставляйте свои комментарии. Делитесь своими результатами. На связи была Татьяна Чернова. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова